Здравствуйте, уважаемые коллеги. Можно презентацию. Я о чем хочу рассказать и поговорить с вами. Я являюсь представителем лоукод-вендора отечественного. И хочу порассуждать на тему, во-первых, лоукод-платформы, где область применимости для IT-директора, для бизнеса в платформе вообще она есть или нет, для каких задач. Второе, показать, как мы видим этот рынок и где в этом рынке мы находимся. Ну и ответить на вопрос, в чем разница между теми платформами и решениями, которые есть на рынке. То есть такое некое свое видение рынка и нашей позиции в нем дать. Ну и рассказать о том, чем мы можем быть полезны. Платформы и компании Гриндат, одноименные, которые представляют отечественный вендор, у нас пермские корни. В Перми центр разработки, в России, в Москве и по стране еще некоторое количество разработчиков, проектных команд. Мы появились на рынок, как компания, которая изначально работала с банками, у которых очень много сложных процессных задач. То есть если мы сталкивались с middle и бэк-офисом банковским, там очень много сложных процессов, пересчетов, конструкторов, расчетных задач, связанных с риском. То есть очень сложные процессы, во-первых, и во-вторых, они очень часто меняются. То есть они и по зрелости, и по скорости изменений очень интенсивные. Мы создали решение для них, потом поняли, что решение востребованное может быть использовано в разных отраслях. И мы на стадии такого массового тиражирования, поэтому, возможно, вы о нас еще не слышали, но мы позиционируемся как топ-3 производителей BPM, Low-Code в России. Что такое Low-Code в двух словах? Это инструмент, который позволяет довольно хорошо кастомизированные решения в тех областях, где Low-Code применим, создавать с помощью простых инструментов. Мы даем конструктор Lego. Из этого конструктора Lego вы можете собрать решение. И если вам для ваших задач этот конструктор подошел, то это оказывается существенно дешевле и быстрее, чем в случае разработки. И потом вы менять сможете все тоже быстрее. Дальше, то есть Low-Code платформа – это такой набор конструкторов. И чем больше конструктор, тем лучше, потому что можно собрать машинку побольше. Если говорить про набор конструкторов, то на рынке российском порядка 20 точно есть Low-Code вендоров, и все друг друга, сами себя им называют. То есть если вы посмотрите презентацию и на уровне тезисов, что кто показывает, я даже вывел основные какие-то тезисы, вы их увидите в любом с 20 решений. Они одинаковые. То есть конструктор объектной модели, конструктор процессов, экранные формы, отчеты, мобильные приложения. Все как бы очень стандартно и похоже. Если говорить про то, в чем по нашему пониманию эти решения кардинально отличаются, они определяются такой вот траекторией развития вендора. Есть несколько типов вендоров и стратегическое увидение, как им двигаться. Все более-менее позиционируют, что там ускорение разработки, все позиционируют, что можно гибко кастомизировать. Есть как бы то, с чем сходимся, а дальше начинается как бы разница. Первый такой тип, там кейс один, я назвал его, тип инструментов, это когда такой лоукод инструментарий, который очень-очень просто, не знаю, в идеале бизнес-пользователь может настраивать. Он быстрый, эффективный, но у него ограниченный слой задач. То есть вы как бы сложную задачу на нем не соберете, даже сложный процесс на нем не соберете. Это как бы первый блок такой, скажем, в сторону ноу-код. Второй класс решений, это решения, выросшие из решений коробочных, хороших коробочных решений, CRM, ITSM и еще, которые поняли, что нужно часть кастомизации делать быстрее, эффективнее, и они начинают коробочное решение, на классических технологиях разработанное, обращивать лоу-код инструментарием. дает инструменты для работы с экранной формой, дает бизнес-процесс, и начинают немножко перерабатывать платформу. Здесь как бы, ну и дают реальную ценность этим. Надо понимать, что архитектура, как правило, таких решений, она остается той, которая была изначально. Для того, чтобы ее заменить на архитектуру лоу-код, нужно полностью пересобрать все ядро платформы, то есть по сути нужно выпустить новый продукт. И, как правило, как раз третий кейс, он относится в первую очередь к этим платформам, ядро, и если вы начнете с ядром работать, решать серьезную задачу, вам потребуется низкого уровня разработка. Вам потребуется C-Sharp, вам потребуется Go, вам потребуется Java, что-то вот там, то есть вам потребуется программист, который, собственно говоря, стоит денег, и которого сложно нанять. Мы отвечаем на это, что мы изначально возникли как такой лоу-код платформы, и архитектурно на каждом этапе, мы готовы это показывать на реальных кейсах, мы архитектурно в каждом блоке изначально являемся лоу-код по идеологии создания, по архитектуре решения. По классификации, по типу применимости, есть лоу-код для отдельных задач, сейчас не буду говорить, есть там, кто только процессы строит, есть там, кто хорошо работает с данными, кто создает мобильные приложения, ну, как бы есть универсальные вендоры. То есть мы там относимся к универсальным вендорам, которые дают полностью конструктор для создания с нуля и подключив бизнес-приложения. И второе, как бы, мне кажется, ну, на мой взгляд, это кардинальное отличие, вообще вот там ключевое, там на рынке принципиально. Есть как бы ноу-код инструменты, которые легко настраиваются, но не позволяют решать серьезные задачи. Есть лоу-код инструменты, ну, чаще всего, как раз наследник, о котором я рассказывал, которые позволяют сложные задачи решать силами, значит, низкого уровнях разработчиков. И когда они говорят про лоу-код, что они имеют в виду? Они имеют в виду, что код нужен, но его нужно мало. Но этот код, это код, как бы, ну, полноценного программиста. Мы лоу-код видим немножко по-другому. Мы говорим, что решать сложные задачи можно, но мы там кардинально снизили там требования к разработчикам, и они, значит, это бизнес-аналитики. То есть вот любую задачу сложную, которую можно решить на платформе, можно решить бизнес-аналитиками. И они не будут программировать на там C-шарпе, Гоу и так далее. Значит, понятно, что бизнес-логику им писать нужно. Для этого там груви, который упрощенный, он бизнес-ориентированный, и там много инструментов для того, чтобы это было просто делать. Значит, ну и в результате, как бы, вот, ну, такого видения, да, как мы видим, что при том, что высокая кастомизированность, сложность, там, простота настроек, она, как бы, ну, там ниже, чем для там существенного количества платформ. Готовы вот там показывать, ну, на там реальных примерах, вот, и код наших реальных, значит, проектов. Соответственно, преимущества основные, ну, понятно, там, скорость за счет того, что используется инструмент, стоимость за счет того, что кардинально меняется структура проектной команды, и вместо, ну, не знаю, там, на прошлой неделе, там, мероприятие для страховых, там, общаемся с коллегами, крупная страховая, у нас выбран там стэк, у нас команда Java, значит, есть у вас там ребята Outstaff на Java и команде. Ну, и дальше выясняется, там, в ходе разговора, что там огромный стэк задач, понимают, что нужно делать, а людей на рынке нет, ну, и на Outstaff нет. Ну, и, как бы, вот, вот, как бы, хорошая задача, там, для лоукода. То есть, из 100 задач, которые, ребят, есть, наверное, ну, как бы, не все, ну, там, 10, 20, 30, 40, наверное, можно решить на другом стэке, и это потребует совершенно других людей, и с другой экономикой может быть реализовано. То есть, лоукод, он дешевле. Да, ну, и часто задают вопрос про производительность. Ну, вот, наверное, проще, как бы, на реальных кейсах. То есть, у нас там банковские кейсы, где мы на бизнес процессах критичных стоим, там, 2000 пользователей, кредитный конвейер, там, малого, среднего, крупного бизнеса, то есть, там, несколько десятков подразделений, полностью в бизнес-критичном, там, процессе, работают полностью на гриндате. Ну, готовы там рассказывать подробнее. Значит, касательно области применимости. Ну, первое, что мы, как бы, видим и предлагаем, это посмотреть на свой стэк и посмотреть, там, есть типы задач, повторяющиеся задачи, какие-то кастомные, процессные вещи. То есть, как бы, ну, есть класс задач в каждой организации, для которых лоукод применим. Мы предлагаем посмотреть, как именно на платформу, как такой фреймворк разработки, который можно взять и использовать стэки. Можно его там использовать самим, создать центр компетенции, можно привлекать партнера там или нас, но сам, как бы, стэк позволяет быстро решать задачи. Это вот набор конструкторов, которым мы позволяем, им готовы показывать, что каждая строчка здесь настраивается силами аналитиков, что там, на наш взгляд, принципиально. Вот. Ну, и дальше, как бы, если там говорить про конкретный процесс, там, в операционной деятельности, это различные бизнес-процессы. Ну, понятно, что любые там процессные задачи, связанные с документооборотом, там, с каким-то специфичным документооборотом, это процессы кадровые, это процессы, связанные с внешними коммуникациями, ну, и там ряд других процессов. У нас, допустим, есть нашу платформу, мы предлагаем партнерам, как инструмент разработки, ну, как вот просто инструмент такой, а-ля заказной разработки, но там средствами лоукод, и как инструмент для создания своих решений. Ну, у нас есть там кейс, когда там партнер сделал аналог решения Таир на гриндате, там, как бы, с существенным объемом функциональности, который есть. Есть задачи, там, связанные с IT-подразделением, ну, это, наверное, классика лоукод, там, сервис-дески и различные процессы IT-менеджмента, управление проектами, там, замена Jira, управление разработкой, ну, и, как бы, разные задачи, связанные с процессами в IT. Есть, ну, понятно, там, задачи импортозамещения, как бы, там, все задачи, которые мы решаем, связаны тем или иным способом с импортозамещением. Здесь мы там, ну, много кого можем заместить с точки зрения технологии, ну, все в порядке, в стеке, в обеспечивающих СУБД, в операционных системах, то есть Астролинукс, там, Postgres и там разные варианты того, что можно применять. Если говорить про реальные кейсы, то, что мы там делали на платформе, то, что, на наш взгляд, интересно. Ну, вот, несколько кейсов расскажу. Первый кейс – это как раз масштабная система в короткие сроки, то, что позволяет быстро разрабатывать лоукод. Обычно там кредитный конвейер в банке, то, что я рассказывал, это тот же самый кейс, да, он требует, там, для серьезного внедрения, это годы разработки, там, особенно, если вы выбрали коммунду и какой-то стек там с ней связанный, там, Java, заказную разработку. У нас проект, ну, мы его там правильно разбили вместе с заказчиком, то есть разбили его на несколько волн автоматизации, ну, вот первая волна, которая включила пять основных модулей кредитного конвейера и позволила собрать MVP, такой, ну, то есть полностью работающий процесс для пяти подразделений, который, вот, как бы, покрыл там всю территориальную сеть банка. Он был собран с нуля, там, с первого, там, просмотра ТЗ до промо за 9 месяцев. При этом это взаимосвязанная система, то есть это программа проектов, а не отдельные кусочки. Вот, и, ну, дальше, там, заказчик уже начал, там, наращивать и, там, развивать систему, но основной, как бы, вот, костяк и запуск бизнеса, там, через 9 месяцев. Ну, и там, довольно приличные, там, задачи по, значит, там, расчетам, по меркам банков, то есть там 150 тысяч пользователей, то есть 150 тысяч заявок за, там, за ночь пересчитывается в автоматизированную систему принятия решения, автоматизация, там, процессов большого количества блоков, ну, и так далее. Вот, то есть чуть, как бы, чуть подробнее. То есть там процесс работы с заявками полностью автоматизирован, то есть все банковские продукты и процессы с ними связаны, включая, значит, работу всех, там, всех подразделений по дороге, включая, там, учеты, расчеты, конструкторы и так далее, и так далее, аналитику. Это отдельный блок по созданию, там, конструктора электронных документов. У нас есть отдельный модуль в составе платформы, который позволяет работать с документами, делать конструкторы, работать с ними в браузере, интегрировать в процесс, ну, в общем, такая, как бы, а-ля Google Docs, но сильно интегрированные, привязанные к платформе, с обновлением данных из платформы, ну, и так далее. Значит, система управления активами, это, ну, как бы, активы, залоговые активы банка, то есть там категоризация различных активов по типам, сложные отчеты по этим активам, мониторинг этих активов, включая рабочее место, там, там, есть, значит, там, в процессе мониторинга этих активов нужно ездить по городу и смотреть. Если машина, которую, там, в залоге, она вообще существует или нет, ну, соответственно, это мобильное место, там, этого объездчика, да, такого, вот, результат фиксации тоже, там, сделан на платформе. Вот, создание различных армов, лимитный модуль, то есть вся логика, вот эта сложная, которая там есть, включая, там, все модули, она реализована на платформе. Второй кейс – это, как бы, гибкая, быстрая разработка при высоком уровне неопределенности. Ну, это, вот, как бы, точно история с гибкой разработкой очень хорошо ложатся на лоукод, потому что мы с любого места, с любой скорости, то есть мы, там, приходим, и с любого места начинаем маленький модуль создавать. Не знаю, там, кейс из, там, ритейловой компании. Мы пришли, есть, там, HR CRM коллег, да, но она не решает какую-то задачу, а эта задача очень важна бизнесу, потому что нужно масса, очень быстро набирать, там, сотрудников, которые, там, три человека в час надо собеседовать. Вот, мы, там, сделали маленькую, там, систему работы с расписанием. Заказчик посмотрел, понял, что можно, как бы, ну, очень быстро его хотелки реализовывать, бизнесы, да, и он сказал, нет, уберите вот это HR CRM, давайте сделайте полностью процесс, связанный с этим наймом, там, на вас. Вот, ну, и то же самое, вот, то есть мы пришли, там, там, корпорация развития, там, связанная с экспортом, вот, там, конвейер банковский, параллельно конвейер страховой, параллельно, там, управление лимитами по, там, распределению экспортных контрактов. Все это, как бы, собирается, да, и на старте, там, АТЗ нет. Вот, ну, надо, ну, надо, там, через полгода уже, там, первую версию запустить. Ну, вот, лоукод позволяет такие задачи решать. То есть мы, как бы, к этому не призываем ни в коем случае, но, как бы, это возможно. Вот, и третий кейс, это, как раз, пример расчета, вот, то, что я говорил, там, экономика, да, вот, в нашем понимании, значит, если сравнивать именно такой заказной разработкой, это, там, это реальный кейс, там, ну, немножко обезличенный, в связанной с промышленной компанией, когда, там, обходчики ездят, значит, по, там, контролируют какие-то, там, процессы, делают чек-листы по этим процессам. Ну, вот, синтетическая такая задача. Вот, мы, как бы, когда ее реализовывали, мы посчитали, как бы, там, ну, подсмотрели у клиента его расчеты, там, разных вариантов реализации. Ну, и выяснилось, что действительно для его задач в разы быстрее и дешевле получается реализовать задачи. Ну, и в целом, там, если говорить про, там, задачи, для которых, как мы видим, подходит, их довольно много. Это связано, я уже, там, частично про них рассказывал, и связаны, там, ну, любые процессные задачи, IT-службы, внешние коммуникации, HR-процессы, много задач, связанные с активными финансами, мы там много, что умеем, там, оценки рисков, бюджетирования и так далее, и так далее. Вот, строительные задачи. Ну, в общем, задач разных много. Собственно, там, последний мой слайд. Готов на такой дискуссии пообщаться, и, там, приглашаю на стенд, готов спорные тезисы обсудить, где-то там подискутировать. Игорь, спасибо. Коллеги, есть вопросы? Вот, у нас, да, целых два человека. У нас есть несколько минут отвечать, пока не суть микрофон. Я всегда, когда занимаюсь консультированием, всегда говорю, ребят, если мы запускаем новый продукт, новое решение, нужно делать либо ноу-код, либо лоу-код. Мы экономим деньги, время на запуск. А любая цифровая трансформация – это запуск новых продуктов. Спасибо, вы на самом деле, как бы, здорово. Да, это чисто экономически целесообразнее запустить. Потом ты можешь пересобрать на самописную, но вот запускаем лучше с таких. Здравствуйте. Меня зовут Иван. Хотел спросить про кредитный конвейер. А у вас была ли практика построения именно самого алгоритма принятия решений в лоу-код платформе? То есть понятно, что система там базово решает вспомогательные процессы различные, а вот сам механизм принятия решений где был реализован? Нет, в нашем случае это совершенно не вспомогательное. Вот полностью весь процесс, включая все, без исключения этапы, включая в том числе отдельный модуль АФХД, автоматизированный финансово-хозяйственной деятельности. То есть полностью риск расчеты, расчет консолидации отчетности, причем расчет на уровне карточки счета или загрузки ОСВ, включая все разборки. То есть вся логика, все расчеты, они как бы в платформе, ну и мы там много сделали, чтобы пакет на расчеты считать и так далее. То есть по сути решение в итоге о выдаче какого-то кредита принималось внутри самой платформы? Ну полностью, да. Причем есть полуручные, но они всегда полуручные. То есть все равно процесс включает службы и какую-то часть расчета по методике банка, она уже расчетная, наверное, сложная расчетная. И как бы такие варианты есть. Там полностью автоматические конвейеры, когда заходит заявка, там подгружаются с 20 систем данные, происходит пересчет и на выходе просто там решение. Понял. Можно еще один маленький вопрос в контексте производственных предприятий? Там, например, упомянули тоже, что как BPM-система для обработки заявок на логистику, на снабжение. Например, когда есть производственный цикл, там поступил заказ, надо обеспечить снабжение, нужно обеспечить логистику, нужно обеспечить производство. Есть ли у вас практика, чтобы именно лоукод-платформа использовалась как связующее звено между этим сквозным процессом, если можно так выразиться, чтобы она раздала задания в логистику, в производство, в снабжение и полный цикл заказа. На мой взгляд, это как раз тот класс задач, для которых лоукод-платформа хорошо подходит, потому что это промежуточная, процессная, какие-то задачи можно автоматизировать, много всегда коннекторов, обычно 10-15 интеграций как раз между системами в среднем крупном проекте. И мы готовы это обсуждать и показывать. Практика есть такая? Практика именно в промышленности нет, по той причине, что мы сейчас на промышленность вышли где-то в середине прошлого года. Исторически наше масштабирование было в банках, сейчас мы строим партнерскую сеть и выходим в промышленность. Много пресейлов. У нас есть какие-то пресейловые кейсы, которые мы готовы показывать, но именно в продуктиве пока нет. Но надеемся, что скоро появится. Ну, понял, спасибо. Добавлю, что если вы работали с финтехом, значит, у вас все нормально с кибербезом, и это очень сложная задача, поэтому в промышленности масштабировать гораздо проще. Так, один вопрос. А вот справа в черной маечке, не майке, это кофте. Да, коллеги. Это последний вопрос, чтобы мы в тайминг просто укладывались. Я предлагаю, если еще потом останутся, потом обратиться конкретно к Игорю. Я пока ждал своей очереди, у нас возник еще второй вопрос. Но первый попроще такой, это а что не умеет? Для чего не подходит ваша лоукод платформа? А второй вопрос более философский. А как вы думаете, вот лоукод, ноукод, системы двигаются, снижают себестоимость, программистов убирают, а не обгонит ли вас генеративная модель ИИ, просто перескочит, и будет программировать за вас? Ну, это такой философский просто вопросик. Спасибо большое. Да, спасибо. Ну, на первый вопрос отвечу, что если применительно к промышленности, мы там не беремся, и честно говорим, что мы в сторону, допустим, анализа большого объема сырых данных, а с УТП, мы туда не идем и не планируем, мы немножко не про это, архитектурно не очень подходит платформа, лоукод платформа, ну и наша, и не наша для этого, пока, по крайней мере, может быть, двинемся, но в ближайшие перспективы не собираемся. Ну и какие-то, то есть мы можем ставить надо с УТП, когда данные уже агрегированы, и какой-то процесс над данными построить, да, для этого мы хорошо подходим, а вот с УТПшной задачи нет. Это как бы на первый вопрос, ну такой вот, наверное, самый яркий ответ. Второе, ну генеративный АИ, ну, наверное, как бы, ну опасения есть, но не сильные, честно, потому что, значит, как-то, в общем, с ребятами обсуждали, что, значит, есть как бы постоянное повышение, как бы планки того, что может IT, но планки бизнеса растут, как бы все быстрее, 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 и IT как бы догоняет, но, как бы, ну, в моем понимании, никогда не догонит, ну, по крайней мере, как бы не видим. Да, но какие-то задачи типовые, они становятся коммодитис, то есть то, что они вымываются, ну, как бы, то, что мы делаем, по сути, ряд задач, да, оно становится проще, дешевле, ниже квалификация нужна, это, ну, как бы, это как раз то самое размытие и есть, да, но остаются задачи, которые все равно сложные, то есть, ну, нельзя, как бы, мы будем честны, да, лоукод, ну, под ним база данных, ну, как бы, это значит, что лоукод и система, созданная с помощью лоукода, живет по законам базы данных. Если вы не посадили в проект архитектора, и он не спроектировал объектную модель, ну, как бы, там, ну, чудес не бывает, то есть, как бы, за этим нужно следить. Но лоукод позволяет, если вы поставили архитектора в центр правильного, 70-80% человек вокруг него сделать дешевле. Это то, что, как бы, ну, то, что мы, собственно, предлагаем.